Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. В сегодняшнем видео я хочу обсудить важные новости не только о биткоине, но и о традиционном рынке. Ведь, как вы можете видеть, S&P 500 преодолел старый исторический пик и оседлал новый. И это учитывая то, что мы находимся посреди самого большого экономического кризиса, который современный мир когда-либо переживал. Это вызывает множество вопросов, главный из которых это почему фондовый рынок находится в таком ралли, пока треть жителей США без работы, а остальная часть мира все еще не восстановилась от всем известной заразы. Сегодня я хочу обсудить это, а также расскажу вам инсайт о том, что некоторые миллиардеры уже начинают бежать с фондового рынка. Также темой разговора станет золото и биткоин, конечно же. В сегодняшнем видео будет много ценной информации, но прежде чем этот поезд поедет, нужно оплатить проезд. А стоимость билета всего лишь один лайк. Не ездите зайцами, это некрасиво. Поставили лайк? Мы начинаем. Уоррен Баффетт один из самых богатых людей на Земле. Любите вы его или нет, но признать стоит, что он кое-что да и знает о фондовом рынке. Учитывая тот факт, что именно фондовый рынок и принес ему сказочное состояние что-то около 80 миллиардов долларов. Поэтому по праву одного из лучших инвесторов Уоррен Баффетт сам по себе уже является солидным техническим индикатором и будет неразумно не следить за тем, что он делает. Внимательно анализируйте его действия и попробуйте сравнить, сходятся ли причины его действий с причинами ваших. Если нет, то задайте себе вопрос, почему так? И это первый пункт, который я хочу поднять в этом видео. Можно ли рассматривать торговые сделки Уоррена Баффета в качестве индикатора? Уоррен Баффетт дает сигнал, огромный крах рынка уже на горизонте. Прежде чем мы углубимся в этот вопрос, нам нужно изучить ближе график S&P 500. Как вы видите, несколько дней назад он пробил исторический пик в 339 пунктов и поднялся до 350. А значит, за последние 160 дней индекс отрос почти на 61%. И сейчас совсем ни разу не кликбейт. Я серьезен, как никогда. Это происходит во время самого большого экономического кризиса, который когда-либо переживали люди за всю современную историю. О чем тут говорить? Минус 30% ВВП в США. Европейские страны потеряли по 10-15% ВВП за второй квартал 2020. Даже во времена Великой Депрессии не было таких крахов. Чтобы вы понимали перспективу, обычно ВВП растет на 1-2% за квартал, а здесь минус 30% только в Соединенных Штатах. Весь экономический рост за последние 5 лет нивелирован. Та же история с безработицей. И в США, и в других странах до сих пор десятки миллионов людей сидят без работы. Я слышал, некоторые уважаемые экономисты говорят, что бизнес-класс путешествия могут не вернуться к докризисным масштабам даже за несколько лет. А некоторые аналитики даже предполагают, что восстановление аэропутешествий может занять 10 лет. Теперь вы понимаете, что на данный момент экономический климат является очень жестоким. Однако, история показывает, что аэроиндустрия всегда восстанавливалась после кризисов. Но, изучив эту же историю, мы делаем вывод, что когда некий черный лебедь, другими словами неожиданное событие, имеет место быть, то мы не видим моментальной реакции на него. Во многих случаях реальные последствия от экономической неопределенности могут не проявляться от 2 до 24 месяцев. Зависит от того, о каком рынке мы говорим. На рынке недвижимости, к примеру, мы еще не видели худшего. И не только там. Впоследствии большей части экономического кризиса мы еще не прочувствовали. Тогда почему S&P 500 на историческом пике? Все очень просто. Этот индекс состоит из 500 самых крупных компаний на рынке. А они сейчас чувствуют себя очень неплохо, потому что за ними стоит ФРС и кормит их финансовым спасательным жилетом. Они не могут позволить технологическим компаниям обвалиться, потому что это испортит не только краткосрочное, но уже и долгосрочное видение состояния экономики. Но кроме этого, у самых крупных компаний были хорошие валютные запасы. К примеру, у Apple до всей этой истории с кризисом здравоохранения было 245 миллиардов долларов. Четверть триллиона долларов на руках. Итак, спасительные меры ФРС плюс запасы самих компаний – причина, почему фондовый рынок взлетает, несмотря на то, что экономика страдает. Но нужно понимать, что состояние экономики рано или поздно заденет и эти большие компании, и это уже повлияет на фондовый рынок. Очевидно, крах фондового рынка в каком-то моменте почти предопределен, потому что мы не лечим причины, а пытаемся маскировать их последствия, причем за счет будущего. И это приводит нас, наконец, к Уоррену Баффету, о котором мы уже успели позабыть. Уоррен Баффет, которому вчера исполнилось 90 лет, владеет Бэкшая Хэтэвэй, одной из самых крупных компаний на планете. Этот человек стал таким богатым не без причины. Он знает много всякого о фондовом рынке, о золоте, о экономике. Он понимает, что сейчас происходит. Несмотря на свой возраст, 90 лет, он все равно является куда лучшим инвестором, чем я или вы. Я это гарантирую. Уоррен Баффет никогда особо не любил золото и не видел в нем какой-то достойной пользы. Несмотря на это, он взял и открыл позицию в Барик Голд. Он открыл позицию в золоте и купил акции золотодобывающей канадской компании на 21 миллион долларов. Еще раз напомню, что Бэкшайр Хэтэвэй это одна из самых больших компаний в мире. И она также сделала обратный выкуп своих собственных акций на сумму 5,1 миллиарда долларов. Это на самом деле безумие. Уоррен Баффет только что ликвидировал большую часть своих акций, что очень странно. Почему? Потому что многие люди убеждены, что нас ожидает время невероятной инфляции американского доллара. А затем они смотрят на то, как фондовый рынок достигает нового исторического пика и спрашивают себя. Эй, а зачем один из самых крупных инвесторов фондовый рынок выходит из него, если фондовый рынок пробил исторический пик? Почему он фиксирует прибыль, если рынок выглядит здоровым? И самый главный вопрос. Зачем он выводит свои средства в деньги? Зачем он выводит свои деньги в реальный кэш? В наличные деньги, которые сейчас, как предполагается, будут демонстрировать чудеса инфляции и обесценивания. Причина заключается в том, что он видит что-то, чего многие из нас не видят. Несмотря на то, что фондовый рынок чувствует себя хорошо, его самочувствие построено на карточном домике, который не смогут вечно строить, не потревожив его равновесие. Запомните мои слова, достаточно скоро, и под этим словосочетанием, я имею в виду срок от 2 до 3 лет, мы увидим еще один огромный крах рынка, вплоть до 40%. Конечно, перед этим он может и вырасти, но закончится все так, как продиктует, наконец, реальное состояние экономики, чьи страдания еще не закончились. Знаете, почему не закончились? Чтобы удерживать экономику на краю пропасти, мы прямо сейчас одалживаем деньги из будущего. Фактически, мы берем деньги из будущего экономического роста и вставляем их в экономику сегодня, чтобы она хотя бы держалась на плаву. Именно поэтому в будущем экономика будет страдать, но уже не из-за последствий локдауна, а из-за наших сегодняшних действий. Наших действий в 2020 году. Но при чем тут биткоин? Миллиардеры бегут с фондового рынка. Как это связано с нашей любимой криптовалютой? Давайте включим на дневном графике 20-дневную среднюю скользящую. Мы видим, что цена биткоина закрылась выше нее. Перед этим, 4 дня подряд она пыталась пробить ее после падения. И ей это удалось. Определенно, это бычий сигнал. Осталось дождаться возвращения объемов на рынок и закрытия недельной свечи. На момент написания текста на часах все еще воскресенье. Но во время монтажа, скорее всего, будет уже ночь. Теперь вопрос, почему так взлетело золото? Потому что люди перетекают в него из фондового рынка. Почему биткоин рос? Потому что люди перетекали в него из фондового рынка. И даже вкладывали в него чеки, которые выплачивало правительство США в качестве финансовой помощи. Потому что биткоин доказал свою состоятельность и способность продолжать ралли даже во время экономического шторма. Криптовалютный рынок стал одним из самых быстро восстанавливаемых в мире. Люди видят, что биткоин становится надежным капиталовложением. И это как раз тот вопрос, о котором так долго спорили. Столько лет инвесторы размышляли, а не слишком ли рискованно вложить 1% портфеля в биткоин. Но теперь, когда биткоин так быстро восстановился и достиг локальных пиков во время экономического кризиса, люди выглядывают из фондового рынка и, смотря на криптовалютный, думают про себя. Хмм, а у них там весьма неплохо всё. Надо бы туда вкинуть немного, когда фондовый рынок достигнет исторического хая. Поэтому я не удивлюсь, когда остальные миллиардеры начнут не только как Уоррен Баффетт вкладывать в золото, но и обратят внимание на биткоин. Я не ожидаю, что сам Уоррен Баффетт купит биткоин, потому что он давно показал себя анти-техно и антиэлектронной фигурой в своих инвестициях. Он обычно инвестирует в какую-нибудь недвижимость, например. Его компания, в конце концов, занимается недвижимостью. Поэтому я не особо ожидаю от него инвестиций в биткоин, по крайней мере те, о которых стало бы известно публично. Но вот от его более молодых коллег я этого ожидаю. Криптовалюта и блокчейн, две вроде бы отдельные, но такие неразлучные индустрии, развиваются очень быстро. С каждым годом развитие происходит всё быстрее. Настолько быстрее, что я даже не успеваю всё переварить, чтобы рассказать вам. Это приведёт к тому, что люди со стороны увидят это развитие. Так что краткосрок биткоина похож на разворот. Это будет очевиднее завтра. Но на долгосрочной перспективе, ребята, то, что происходит в глобальной экономике, то, что в скором времени придёт на фондовый рынок, то, что делают инвесторы-миллиардеры, всё это делает долгосрочное видение биткоина крайне бычим в моих глазах. И я не могу быть больше возбуждён этим будущим, чем сейчас. Мне уже не терпится пережить все эти годы и увидеть всё то, о чём я говорю так много лет в реальной жизни. Нас ждёт безумный хайп биткоина и криптовалюты. И надо просто дотерпеть и дождаться. А теперь я хочу, чтобы вы написали в комментариях, как по-вашему достигнет ли биткоин 20 тысяч долларов до конца этого года. Я стараюсь иногда, когда есть время, а времени очень мало, читать ваши комментарии. Но их за всё существование канала накопилось несколько сотен тысяч. И всё прочитать просто никак не получается. Но мне очень нравится вовлечённость, с которой мы с вами относимся к нашему общему делу. Когда много комментариев, лайков, дизлайков, я понимаю, что я делаю это всё не зря. Хотя, с другой стороны, наверное, я бы это всё равно делал, потому что мне это просто нравится. А меня зовут Богатейший Дип, поставьте лайк, если видео вам понравилось. А также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok